Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Всё делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. На сайте недавно появились промокоды, при вводе которых вы получаете неплохие бонусы в виде 2000 душ и 1500000 кредитов силы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят, вы на канале Steven Games и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. И честно говоря, вы сегодня увидите, как меня будет бомбить. Меня будет неизрядно бомбить, потому что добавили башню с этими талантами. В игре появилась целая туча багов. Никто их не исправляет. И что с этим делать? Понятия не имею. Но при этом сегодня у нас обзор на Кенши Старшего Бога. Я не знаю, каким образом я его буду записывать. Вот с этой командой, вот с этим отрядом даже, не командой, а отрядом. Скорпион Порождения Ада, Кенши Старший Бог, Рейден Классический. Кенши смотрится просто красавцем. Но при этом он может слить, по сути, на жесткой битвы без особых проблем. И сегодня мы на это посмотрим. Давайте, давайте опробуем жесткую битву именно вот с этим отрядом. Я думаю, многие уже предполагают, что будут попадаться только лишь одни алмазы. И это правильно. Но все же я не ожидал, что настолько все будет ужасно. Но все же. Старший Бог Кенши. У него пассивная способность Бог Клинка. Если противники повержены спецприемом Кенши, его напарники получают шкалу силы. Кстати, довольно неплохая пассивная способность. Вот эта часть мне нравится. Напарники Старшего Бога неуязвимы критическим ударом. И с некоторой вероятностью наносят критические основные атаки. Но здесь уже от раза к разу, потому что я иногда просто не играю ни Скорпионом, ни Рейденом. Иногда я играю чаще всего Скорпионом и Рейденом. И поэтому эта пассивная способность смотрится гораздо хуже, нежели чем первая часть. Потому что она именно для Кенша. А это самое главное. Спецприем 1, истощение силы и 26 тысяч урона. Благодаря экипировке урон увеличивается на 20%. Итого, по-моему, около 35-40 тысяч урона он наносит. Ну и, конечно же, истощение силы, что немаловажно. Духовный шквал, спецприем 2, 66 тысяч урона плюс проклятие. Тоже довольно неплохой спецприем. Для золотого персонажа это просто круто. И Иксрейт или удар 80 тысяч урона плюс мощь. Тоже интересно. Ну и Иксрейт, знаете сами, что наносится он не часто. Иногда он просто не наносится. И таким образом, по сути, смотреть на этот Иксрейт и удивляться 80 тысячам урона бессмысленно. Но все равно. Экипировка довольно стандартная. Я показывал вам ее в предыдущем ролике. Поэтому те, кто хотят увидеть ее, посмотрите. Молот гнева, тактический жилет, медальон душ. Она стояла, по-моему, на аэроне блэке алмазном у меня. Поэтому оценить вы ее можете. Так, Молот гнева дает нам спецприем 1 плюс увеличение урона. Токсический жилет нам дарует 35% здоровья и увеличение здоровья, конечно же. И медальон душ. Давайте я даже на него нажму, чтобы быть более понятливым. 20% бонуса к заряду силы и 50% уменьшения расхода силы на спецприем 2. Но все-таки эта экипировка, она довольно мощная и имбовая. Поэтому я вам скажу так, что благодаря ей Кенш, конечно, и побеждает. Ну и пассивные способности. Скорпион тоже дарует нам, конечно же, честь своей пассивной способности. Это мастера единоборств отряда Скорпиона начинают битву с увеличением на 1,5 единиц шкалы силы. В этом плане у нас сразу же появляется спецприем 2 с половиной, скажем так. И если вдруг захочется, вы можете накопить без каких-либо проблем X-Ray. И нанести его по какому-нибудь из персонажей. Но сегодня мы будем играть в жесткой битве. И это будет сделать очень сложно. Очень-очень сложно. Потому что алмазные персонажи будут встречаться. Встречаться и встречаться. И с каждым разом они будут становиться все сильнее и сильнее. Благодаря талантам и благодаря, конечно, правильно подобранной экипировке. Но что поделать? Я даже комментировать этот отряд не буду, потому что и так все его знают. Это три алмазных персонажа. Что о них еще говорить? Три алмазных персонажа. Круто. Просто бомба. Блин. Честно говоря, меня очень сильно бомбит из-за этого. Вот раньше я играл отрядами, в которых у меня не было алмазных персонажей. И все было хорошо. Я взял алмазных персов и все пошло коту под хвост. Давай спецприем сразу же врубай. Блин. Вот смотрите, и сейчас Скорпион по мне нанесет урон, а не я по Скорпиону. Что это за баг-то такой? Что это за ерис-то такая творится? Я наносил спецприем первый. Почему именно Скорпион это сделал впервее меня? В чем фишка-то этой игры вообще? Понятия не имею. Ты наносишь спецприем, но соперник это делает впервее. При том, что ты нажал на клавишу впервее соперника. Да, сейчас, конечно, это сложно переварить, но я думаю, вы меня поймете, пересмотрев данную часть ролика несколько раз. И вы поймете и увидите, что спецприем один я нанес первым. Но все же первым почему-то его нанес Скорпион. Логика зашкаливает. Ёшкин кот. Ой, вырубить не смогал, да? А это таланты, это таланты. Видишь, какой хороший талант у меня, а? Да, Мелина, ничего не получилось сделать. У тебя такой же 100% стоит. И что с этим делать? Да ничего ты не сделаешь. Ты просто труп. И я почему бомблю? Вроде мне хорошо, да? Но нет, нет. У меня есть основной аккаунт. Я на нем играю. И мне будут попадаться такие же команды. А что с ними делать? С ними ничего ты не поделаешь. Потому что, а что? А что тут такого? Таланты обычные ввели же. Блин, это бред полный. Но, как есть, так есть. Я когда делал первый самый обзор на новое обновление, я не придал этому значения, потому что они мне как-то не встречались. И даже когда я на стриме играл, этих талантов особо не было. Но после того, как я посмотрел вот именно этой командой на игру, то да, все сразу же перевернулось. Вплоть вот до этого момента с талантами. Ну, снова та же самая команда. Они и будут попадаться, потому что, ребят, подбора основного нету. Здесь вам не попадутся три триборга, потому что они для этой команды просто отстойны. Да, эта команда порвет трех триборгов без особых проблем. Ну, вы понимаете, кенши, спецприем с истощением. Это просто жесть. Так, ну, надеюсь, Скорпион, в этот раз ты не нанесешь спецприем впервые меня. Большое тебе за это спасибо. Честно говоря, я даже не ожидал такого от тебя. Ставим блок, контратакуем, ну и давай спецприем на 100%. Если ты сейчас не вырубишь этого Скорпиона, долбанутого, я не знаю, кенши, что будет. Да, ты его не вырубил. Но при этом спецприем 2 наносит Рейден. Ой, да, опять талант сработал. Да что ж такое, Рейден, да, невезуха какая-то. Это 100% не экипировка, потому что, ребят, при экипировке такая ерундистика точно не срабатывает. Я прошерстил всю экипу, которая только может быть. И это только при талантах. Блин, коза сейчас восстанавливаться будет. И опять талант сработал. Ах, как хорошо. Икс Рей. Блин, эту команду я, конечно, добью. И здесь, да, я слил кенши, но по-другому никак. Если я хочу продемонстрировать персонажа, я должен, конечно, как-то подстать этому персонажу. Потому что по-другому-то не получится. По-другому-то уже никак. Так. Ну же, ну же, ну же. Давай, я проводить даже не буду. Ты только нанеси по нему урон и не промахнись. Большое тебе спасибо за это, Скорпион. Ты это сделал, мужик. Так. Упускай. Блин, исчез. Получай истощение и дальше добиваем. Так. Остается только разобраться как-то с Кенши. Ой, с Кенши. С Рейденом. Не знаю, честно говоря, что он сейчас замутит. А он что-то замутит. Сто процентов. И да, я полетел. Отлично. Победа. Ну, эту команду мы одолели. Но дальше все будет еще жестче. Фух. Да. Я соглашусь с вами. Это капец полнейший. Кто-то, возможно, этого не застал. Потому что, если вот взять мой основной аккаунт. Я думаю, приблизительно 50% такой же аккаунт, приблизительно, как и мой основной. То вы этого не застанете. Это только вот на таких вот уровнях. Седьмое слияние, 50-й левел, два алмаза, одно новое золото. Отлично. Фух, да. Как-то так получается. Некоторые бойцы используют захваты, которые невозможно блокировать. Отлично. Молодцы бойцы. Нужно уже вводить по талантам, конечно, обучение. Потому что некоторые могут неправильно понять, что это как работает. Но все же. Так, получай. Кенши. Ага, Мелина. Вот, я не знаю, честно говоря, может по тебе спецприем нанести? Или если я накоплю его? Только ты накопишь его быстрее, мне кажется. Ну, спецприем один. А нет, нифига. Нифига я первый был. Фух, хорошо-то как. 80 тысяч урона. Если ты, зараза, выживешь, я не знаю, честно говоря, что будет. Хотя ты не должна. Нет, она выжила. Ребят, она выжила. Тут даже некому спасать ее-то было. Каким образом-то она выжила? Так, я сейчас жду Рейдена. Так, давай, Рейден. О, хорошо. Спецприем один. Мне другой не нужен. Так, хватаем, бросили. Дальше. Спецприем один. Схватили и бросили. Давай еще раз. Вот так вот. Физкультура. Схватили и бросили. Последний раз. Отлично. Все и добили. А, блин. Сейчас восстанавливаться будет. Вот я и схватил и бросил, блин. Как всегда. Везуха. Добей ее. Добей это животное. Я и верю в тебя, Кенши. У тебя все получится. Давай же, Кенши, выскакивай. Добивай ее. Ну же, ну же. Хватит восстанавливаться. Зараза. Фу, хорошо-то как. Блин. Я-то думал, все, кранты. Блокбрейкер с кровотечением. Все дела. Отлично. Главное, сейчас истощение по тебе нанести. Потому что я помню твою пассивку, Скорпион. И поэтому я не буду делать то, что ты хочешь. Так. У меня, конечно, есть X-Ray на Скорпи. Но я хочу поиграть Кенши. А не одним лишь Скорпионом. Давай, давай, давай. И наноси урон, что ты тормозишь. Так, проводить я не буду. А сейчас нанесем спецприем. Подходи и получаем. Фу, распишись. Просто распишись. И ничего больше не делай. Ах, блин. Вот здесь вот я сам виноват. Истощение никакого не будет. А нет, истощение есть. Я думал, не дотянется. Я просто думал, он не дотянется. И да, мне под конец его Скорпион ликвидировал. Да ну нафиг. Нет. Ты меня не прикончишь. Извини, но первым добью тебя я. Как ни крути. Получай. Все. Победа. Отлично. Да. И это был только третий бой. Кстати, это, по-моему, был только третий бой. И еще пару боев впереди нас ждет. Так, смотрим. Рекомендуем создать учетную запись. Бла-бла-бла. Да-да-да. Хорошо. 102 тысячи. 122 тысячи. И 106 тысяч здоровья. Вы видите, как здоровье у персонажей с каждым разом растет все больше и больше. В геметрической прогрессии какой-то, блин. Рекомендуем создать учетную запись в веб-плей. Опять рекомендуют что-то. Вы порекомендовали мне, как правильно избавиться от ваших талантов, чтобы их не видеть просто. Но нет же. Без них никуда. Отличное истощение сработает. Так, что мы тут будем делать? Мы будем дальше истощать. Сейчас я наношу первый спецприем. При первом спецприеме Скорпион ведет себя неплохо. Очень даже неплохо. Так. Лег. И дальше мы наносим спецприем 2. И потом добиваем спецприемом 1, если не добил спецприем 2. Выбираем сейчас Скорпа. И я не успел его выбрать. Да что ж такое-то? Скорпион наносит X-Ray. Как-никак это X-Ray. Кстати, я вам X-Ray Кенши продемонстрировал. Да, я это сделал. Поэтому отлично. И что у нас тут происходит? Вроде как не так уж все и плохо. Вроде мы сейчас добьем еще одного персонажа. Хватаем его сразу же спецприем 2. У меня до сих пор накоплен спецприем 3. Непонятно почему. Но да ладно, это уже не важно. Главное, что он накоплен. Почему я удивляюсь, понятия не имею. Но у меня выжили все три персонажа. Какая-то это команда рандомная. Либо играть научился. Но все равно эти таланты это просто нечто. Возможно у этого чувака просто талантов нет. А жаль. А жаль. Нужно их было прокачивать, чел. Просто тупо прокачивать своих персов. Набивая им здоровье. Это сейчас не катит. Это прошлый век. Давай добивай этого Вика 0-1. Кстати, я с ним раньше вроде сражался. Сейчас ты Вик не торт. Прощай. Победа. Это была четвертая победа. А дальше нас ждет пятый поединок. Пятый поединок. 48 секунд. Даже странно как-то. Как-то я очень хорошо справился. Не знаю почему даже. А, 111 тысяч. 122 тысячи. 96. Странно, что у Скорпиона меньше здоровья, нежели чем у предыдущего Скорпиона. Вроде как это уже пятая битва. Чаще меняйте персонажей, чтобы они восстанавливали здоровье и силу. Хорошо, хорошо. Я восстанавливаю здоровье и силу. Восстанавливаю и поменяю персонажа. Давай только запускай игру. Отлично. Так. Что ты ей истощил вообще? Ей-то истощать даже нечего. Но сама истощена жизнью. Тихо. Мелина, когда ты отпустишь блок, я ей нанесу по тебе спецприем. А до этого момента все работает вот таким вот образом, непонятно. Получай. Что сейчас тоже было понятия не имею. Вот так вот. Вот так вот и работает Рейден. То, что ваш Рейден. Отлично. Если не играть только лишь одним Кенши, то можно спокойно побеждать любую команду. А если ты выбираешь Кенши, пытаешься его продемонстрировать, то нет. Здесь без алмазов никуда. Да, жестко. Жестко. Я, конечно, надеялся по большей части Кенши продемонстрировать. Потому что Кенши нам бываем, все дела. Но почему-то не получилось. Спецприем? Он же не наносит по мне его? Вроде бы как нет. Он просто подлагивает. А, да-да-да-да-да. Я наношу спецприем, и он тоже наносит. Ай, какой хороший, блин. Такой косячистивый очень сильно. Что за баги в игре происходят? Понятия не имею. Антонио, получай еще немного урона. Кенши тебя добивает. Но это просто жесть. Это просто жесть. 45 секунд вы победили. Большое спасибо, игра. Большое тебе спасибо. Я просто до сих пор в шоке нахожусь. Я никогда не встречался именно вот с такой командой. Тут Арон Блэка еще взяли. Кто-то говорит, Арон Блэк плохой. Нет, на самом деле это отличнейший персонаж. У него есть свои плюсы. У него есть свои минусы. Этого я отрицать не буду. Но все равно это хороший перс. И вот благодаря таким отрядам здесь Арон Блэк выглядит просто изумительно. Главное открыть его, раскрыть его потенциал. И странно, что здесь нет Скорпиона. Скорпион бы его потенциал раскрыл. Сразу же дару ему спецприемы. Ну а там и молот гнева бы сверху. Все было бы хорошо. А так, как вы видите, ну, Арон и Арон. Почему-то он очень быстро сменился. Я такого не ожидал. Но да ладно. Так, я первый нанесу спецприем, я уверен. Да, неужели? Неужели я хоть где-то первый? Так, отлично. Ты куда уехал? Иди сюда. Нужно метнуть тебя еще. Пошел вон со своим спецприемом 2. Я не дам тебе его нанести. Выжил? Он просто взял и выжил? Отлично. Супер. Просто супер. Я так и думал, что так и произойдет. Он выживет. Отходи ко мне, блин. Я нажал на спецприем. Может, сработаешь? Спасибо большое. Не ожидал даже, что такое произойдет. И сразу же смена перса. И вот кто-то мне еще будет говорить, что здесь фигово все собрано. Здесь просто отлично все собрано. Да пошла ты вон, блин. Хватит моих персов избивать. Еще при этом хилиться нехило. Вот так вот. Вот так получай плюху от Скорпиона. Бамс. Э, почему я же тоже самое сделал? Я тоже выпустил персонажа. Почему не я? Да ты добьешься наконец-таки когда-нибудь. Да что ж это за персонаж такой назойливый. Да иди ты вон отсюда. Ё-моё. Сколько твоя броня еще работать будет? Фу, да неужели? Блин, у меня все покоцанные персонажи. У него все живые остались. Чего у меня здоровье-то теряется? Да блин, наконец-таки я тебя добил просто-напросто. Что сейчас-то произошло? У меня... А скорее всего она меня добьет, ребят. Потому что он не стыщает, насколько я помню. Ну да, здесь она меня добьет. Это понятное дело. Это просто же... Щит сработал. Блин, 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 блин. Не-не-не, живи, живи, живи. Блин, да что ж такое-то? Я жал же. Это трындеть просто, ребят. Это просто трындеть. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Это жесть. Это капец просто. Для каких-нибудь ракалов... Ну, те, кто не соображает немного в игре. И придут квакать, что я плохо играю. Давайте поиграем вот такой вот командой. Давайте попробуем сыграть именно такой командой. Да, у меня здесь два персонажа вообще непрокаченных. Но мне пофигу. У меня есть Кенши. И вот сейчас я вам продемонстрирую реально Кенши, который будет наносить просто обалденнейший урон. Так. Погнали. Я продемонстрирую пару битв, потому что до конца я играть столько же не буду. Это бессмысленно, на мой взгляд. А вот сейчас можно немножко и позбавиться. Отличное истощение. Джонни. Ой, что-то ты урон не наносишь. Какой-то ты слабенький, да. Что-то не то. Ну-ка еще сто процентов. Когда тебя Скорпуша заменит? О, заменил. Отлично. Ну, хоть что-то. Так. Хватит блок ставить. Получай еще истощение. Дальше давай. Так, так. Здесь еще, кстати, серьезная команда попалась. Не победила, а попалась. Она не победит. У нее просто нет возможности. Воу-воу-воу. Кенши, осторожнее. Истощение нанес. Ты понимаешь, что это дает тебе? Шанс победить. А мне этого не нужно. Кстати, смотрите. У него сохранился спецприем. Неужто на нем таланты стоят? Я просто не знаю, на ком какие таланты. Я вообще не знаю существования талантов. В плане того, что... Я, например, у себя на основном аккаунте их ни разу не прокачивал. Но такие команды Кенши за пару секунд можешь добить. И вообще проблем никаких нету. Я уверен. Я уверен. Найду из тех, кто напишет. Типа, ты играть не умеешь. Все дела. Нет. Вот с такими командами я справлюсь. А вот когда ты собираешь реально довольно интересный состав. Где просто одни имбовые персонажи. Где есть таланты полностью прокаченные. Ну, потому что ты играешь читером против читера. Ну, я читер как бы. Потому что у меня читерский аккаунт. И я играю против читера. Вот тогда вот жесть творится в игрушке. Я-то думал, такая фигня в Injustice. Но нет. Такая же фигня появилась теперь и в Mortal Kombat. Круто. Это очень круто. Так. Ну, что ты сделаешь? Ну, ничего ты не сделаешь. Ну. Давай расслабься немного. Спасибо тебе большое. Это блок еще какой-то ставит. Научит блоки ставить. О, блин. Китайцы будет пингриться тут. Ой. Истощение. Даже истощение как таковое не нанес. Что ты такое, Трибор? Я-то думал, хоть ты не облажаешься. Но, видать, не очень-то все хорошо получилось. Так. Давай, давай, Кенши. Ну, разблокируй ты его. Это ж не так уж сложно. Не добиваем спецприемом 1. Дальше, скорее всего, сейчас выскочит лягушка. Хотя нет. Странно. Лягушки нету. Но, эта лягушка не прокачена, поэтому по мне нанести какой-либо урон Рейден не сможет. Не-не-не, нож в спину я не получу, Джейсон. Не надейся. Получай. Ой-ой. Ой, как страшно. Блин, такой урон жесткий. А теперь смотри Рейден на жесткий урон. И получай его. Черепушка. Пузико. Отлично. Готово. Я думаю, дальше смысла демонстрировать этого персонажа нету, потому что этот персонаж довольно интересный. И я вам сейчас показал именно ту команду, которой нужно играть. Но все скажут, что, возможно, ты Джейсона Бурхеза в трех штук не одолеешь. Они-то полностью прокачаны. Тридцатого уровня. Кстати, может быть. Может быть. Блин, ну я бы Джейсонов могу не одолеть. Я этого не догадался. Я до этого не догадался раньше, что это может произойти. Что мне попадется именно такая команда. Ну что ж, давайте посмотрим. Я же могу Джейсонов не одолеть, правда? Они довольно жесткие персонажи. Вы посмотрите, что только что неодержимое сделано. Снес мне довольно много здоровья. И вот как мне с этим жить теперь? Давай не тормози, сникерсни. Лещник. Воу, опасно. Опасно. Я согласен с тобой. Уже если не выскочил, то красиво. Ну а дальше что? А дальше что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. А дальше ты лег. Ага. Вроде как встал. Дальше спецприем. Проводим. Истощаем. Ты лег заново. Ага. И дальше встал, да? Молодец. Как все хорошо-то складывается. А у меня тут 80% урон. И поэтому неудержимый, точнее слэшера мы уже восстановили. Остается только неудержимый и неостановимый. Ставим блок. Да. Молодец. Теперь. Все. Он не находится ни в блоке. Наносим спецприем 2. Добиваем. И дальше спецприем 1. Эх. Сложные-то Джейсоны попались. Кенш с ними не справился. Проблема вся в том, что игра начала очень жестко меняться. И что с этим делать, я понятия не имею. Придется как-то смириться. Быть терпилами. Потому что по-другому никак. Это было в Инжастисе. Это сейчас происходит в Мартухе. Об этом никто не говорит. И этого никто не заметил. Потому что все просто не обращают на это внимания. Лишь бы записать пару обзорчиков и хайпануть. А я как бы пытаюсь. Пытаюсь что-то найти в этой игрушке. И вот первое. Из каких вот довольно интересных заключений. И да. На этом, ребят, все. Я надеюсь, Кенша Старший Бок вам понравился. Это интересный персонаж. То, как он играл. Когда я играл с алмазными персонажами. Вы не смотрите. Потому что маловероятно, что у кого-нибудь, кто честно. Именно вот просто-напросто честно играет. Вот как я на основном аккаунте. Появится когда-нибудь алмазный перс. Ну, может быть, вы откроете пакеты. Какого-нибудь слияния. Там первого, например, он у вас будет. Но в целом, чтобы он у вас честно. Именно честно появился седьмого слияния. Такого никогда не будет. И поэтому вас это особо не касается. Но в целом, в общем, как-то так все получилось. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.